Рабочий почелок Старотимошкина находится в 30 километрах от Барыша, недалеко от трассы, ведущей в райцентр. Все его жители относятся к городскому населению, однако такой привилегии городского жителя, как мусорный полигон, не имеют. Кто-то из этой ситуации выходит более-менее цивилизованным способом, например, сжигает. Кто-то же поступает куда безответственнее, выбрасывая отходы прямо на примыкающую к поселку поля. В итоге вся западная окраина Старотимошкина превратилась фактически в одну большую несанкционированную свалку. Но бросают сюда буквально все, начиная с бытового мусора и заканчивая бревнами и мебелью. По свидетельствам очевидцев, доходило до того, что в поля приезжала осенизаторская машина из соседнего села и сливала в поле нечистоты. Но если одним жителям откровенно плевать на то, во что превращается окраина их поселка, то есть Старотимошкини и те, кто с таким положением дел не согласен. Они пытаются убеждать своих земляков не превращать их общую родину в свалку. К сожалению, разговоры действуют не всегда, поэтому неравнодушные люди обратились в нашу редакцию. Уже сколько лет сюда таскают мусор, у кого транспорта нет то тачкой, то ведром, то мешками. И по весне, когда вот этой зелены здесь нет, вот этот целлофановый пакет летает по полю, как в Узбекистане, хлопок по всей территории. Но одним только вопросом экологии мусорная проблема Старотимошкина не заканчивается. К сожалению, среди местных жителей находятся те, кто поджигают мусорные кучи. А это уже реальная угроза жизни и имуществу людей. Огонь со свалок в этом случае может перекинуться на сухую траву, а с нее на жилые дома. А все потому, что сухостой здесь никто не выкашивает. Противопожарную полосу, по словам местных жителей, пропахивали в последний раз два года назад. Вот лето не успело уже наступить, два раза уже зажигали пожар. Один раз в час ночи. У нас дом неподалеку, мы даже не увидели этого, мы не проснулись. Хорошо, вот соседка ночью проснулась, она увидела, пожарных вызвали. Потом 9 часов, это через пару дней случилось, тоже зажгли пожар. Жители неоднократно обращались по поводу мусорной проблемы к руководству Стратимошкинского поселения. Чаще всего реакцией на такие обращения была табличка, информирующая о штрафе за незаконную свалку мусора. Висит подобное возле недавно сожженной помойки. Как видно, гипотетический штраф в тысячу рублей никого не напугал. Да и кто его должен взимать, Стратимошкинцам толком не объяснили. Во всяком случае, предыдущий глава администрации, покинувший пост прошлой осенью, внятного ответа на это не дал. Кроме вот этой таблички, он ничего не сделал. Мы ему говорили, что мы видели, кто это сделал. Мы даже фотографировали, отводили к нему эту фотографию. Он говорит, у меня полномочия не это штрафовать. А кто должен штрафовать? Что он говорит? Не знаю, он ничего не сказал. За разъяснение мы обратились к нынешнему главе местной администрации Шамиле Булатову. Из его слов следовало, что свалка на западной окраине поселка в какой-то степени даже санкционирована. По этим свалкам, вот они еще советом депутатов в 90-е годы были, как временно складирование мусора были. Совет депутатов принял решение, вот как раз где вы были. Как видим, в этом случае сработала формула. Нет ничего более постоянного, чем временное. Но, по словам Шамиля Булатова, местные власти все-таки пытаются бороться с помойками в полях. Например, регулярно проводят рейды. Правда, за руку ни одного нарушителя до сих пор не поймали. Как показала практика, это вполне реально. Во время работы нашей съемочной группы в поле был замечен автомобиль, владелец которого вез мусор на стихийную свалку. Но, заметив нас, предпочел отправиться в другое место. Возможным решением мусорной проблемы могло бы стать оборону не место для санкционированной утилизации отходов. И вроде бы речь о нем даже идет. Ну, а насчет места складирования, у нас еще официально же по району нигде нет, чтобы куда-то мусор свалить. Но дальше вот тоже опашку сделаем, сделаем оболовку и туда будем временно складировать. Это где примерно? То есть, рядом с тем же местом? Нет, туда дальше уже. Дальше от поселка. Ну, просто люди говорят, что предлагаемое место довольно-таки далеко, около 3 километров от Старки Мошкин. Что старые люди, например, оттуда не дойдут. Ну, в любом случае, прям внутри поселка же мы не можем же место складирование сделать. Это да. Ну, однозначно это вот оболовка, чтобы рядом с поселком уже этого места не было. Ну, в плане доступности оно как будет? В плане доступности, то там не около 3 километров меньше будет. Я думаю, нормально будет. Идеальным же вариантом мог стать приход Старки Мошкина, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, который бы установил в рабочем поселке контейнеры. Пока же местные власти собираются оградить земляными валами то самое место временного складирования отходов. Однако, как это поможет бороться с помойками в других местах, пока ясно не до конца. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда.